Дорогие друзья, я хочу еще сказать несколько слов о трансовом состоянии, о важности самогипноза, сеансов гипноза ежедневных. Что это дает? Погружение в глубокое трансовое состояние способствует раскрытию ваших способностей, усилению вашего потенциала, любого творческого, спортивного, профессионального и так далее. Вот я это только что испытал на себе. Я сегодня был в трансовом состоянии, был очень интересный сеанс гипноза, я их выбираю, они различаются по целям. Вот. И сегодня я вот только что иду с тренировки, и сегодня я играл просто вот как бог. Потрясающе. Все у меня получалось, я выигрывал, мне было интересно, у меня была масса энергии. И я играл очень интересно, разные использовал приемы, и также было интересно играть со мной. Вот. Плюс, конечно, это была такая вдохновенная игра, да. Вот что такое трансовое состояние. Не случайно, кстати говоря, спортсмены перед соревнованиями тоже погружаются в такие трансовые состояния. И таким образом их результаты становятся лучше. То есть трансовое состояние придает вам больше энергии, сил, но вы как бы более расслаблены, да. Ведь что нам очень часто мешает? Напряжение. А в состоянии расслабленности у нас все получается гораздо лучше. И именно в таком состоянии и нужно делать дела, и нужно какие-то инициативы затевать, да, и так далее. Кроме того, ну, это дает вам силу, как я уже сказал. И силу нужно использовать во благо. Для этого нужна цель. Вот, пожалуйста, определитесь, какая цель в вашей жизни. Например, вы хотите поменять работу, или вы хотите чем-то преуспеть. Вы хотите заняться новым делом, и так далее, и так далее. И вот это трансовое состояние, оно поможет вам преуспеть в любом выбранном деле. Кроме того, улучшаются и когнитивные способности, и свойства памяти. Ну, и вообще человек наполняется вот этой вот витальной жизненной энергией, позитивом, радостью. И вот я иду сейчас, и на встречу у меня идут прохожие, я им улыбаюсь, они в ответ мне улыбаются, потому что это тоже заразительно, да, хорошее настроение. Так же, как и плохое, между прочим, поэтому следите за этим. Вот, и, конечно, мы таким образом создаем в обществе радостную атмосферу. Атмосферу успеха. Ведь успех – это что? Это не только заработок, да, но это и фон, эмоциональный фон, повышенный эмоциональный фон, когда вам просто хорошо, когда вы счастливы, беспричинны. А вот это беспричинное счастье – это о чем? Да, это о том, что вы спокойны, вы находитесь, ваш мозг в состоянии альфа-волн, вот этих мозговых вибраций, когда все возможно, и любое выбранное вами дело будет спориться, будет получаться. Вот ко мне обращаются, спрашивают, вот, как понять, чем я хочу заниматься, что я хочу делать и так далее. И я советую. Что я сегодня посоветовал? Я сегодня посоветовал, я напомнил про правила 10 тысяч часов. Во-первых, вот, выбрал что-то и занимайся этим, да, и изучай тему, читай книги, общайся с теми, кто в этом деле уже что-то сечет, практикуйся, естественно, да, и, конечно, состоя... И, конечно же, это самогипноз, трансовые состояния, медитации, и все будет получаться. Вы, вас, ваш организм, ваш мозг, вас невольно будет подталкивать к тому, чтобы вы делали что-то, вот, это хорошее решение проблемы прокрастинации. Вот мы, очень часто многие из нас, да, откладывают на потом что-то, ну, ладно, ну, вот, надо бы сделать, но я это сделаю потом, не сейчас, время есть, жизнь вечная, и когда-нибудь. Потом время проходит, да, человек, как бы, ну, это в состоянии, как правило, хронической усталости, в состоянии такой апатии, и легкой формы депрессии, которая не требует медикаментозного лечения. Вот, но мы все прокрастинируем, кстати, женщины больше прокрастинируют, чем мужчины. Вот, поэтому я сейчас обращаюсь к женщинам, для вас это будет ценная информация. Таким образом, когда вы позволяете работать своему подсознанию, когда вы даете ему возможность работать, то есть вы обращаетесь к нему, обращаетесь к своему внутреннему миру, да, это ваш внутренний мир, это вот та глубина, которая выталкивает вас. Вот, оттолкнуться от дна, эту фразу понимают неправильно, думают, что вот человек опускается, опускается, все плохо и плохо, а потом надо оттолкнуться. Ну, можно сказать, конечно, что это от отчаяния, да, которое тоже может стать, ну, неким толчком, действительно, когда человек в отчаянии пребывает. Но, как правило, оттуда очень трудно выходить, и это небыстрый, небыстрый процесс. А я понимаю, вот, оттолкнуться от дна, это когда вы погружаетесь на глубину собственного подсознания, вот этих глубинных структур вашего мозга. Погружаетесь туда с помощью сеансов гипноза, психотренингов, медитаций, происходит работа на этом глубоком уровне, и дальше вот вы оттуда и отталкиваетесь, потому что тогда у вас вырабатывается мозгом энергия необходимая, и вы, что? Вы уже полны энергии, вы можете оттолкнуться, потому что энергия у вас появилась, и дальше вы всплываете, идете наверх, 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 и все у вас получается. У вас много сил, обостряются ваши таланты, способности, и вы творите. И таким образом вы можете добиться чудес в своей жизни. Для вас не существует никаких преград, никаких барьеров, потому что ваш мозг, он преодолевает все преграды, все барьеры. Он настроен уже, да? Он, вы уже получили силу подсознания, энергию подсознания, вы обратились к подсознанию, дали ему возможность поработать. А не загружаете себя всякой всячиной, всяким хламом, всякими мыслями навязчивыми. Вот я сегодня одну статью прочитал, но я поражаюсь. Вот люди, ну, вроде бы взрослые люди, да? Статусные, очень высоко поставленные, но, понимаете, они говорят на одни и те же темы. Вот это, ну, как куклы заведенные, да? Вот как пластинки, старые пластинки, одна и та же тема. Меняется мир вокруг нас, меняется, ну, мы меняемся, да? А они одно и то же говорят, одно и то же. Представляете, вот это какое занудство, да? И какое это вообще, как вот надо не любить себя и людей, чтобы с такими навязчивыми мыслями постоянно ходить, с одними и теми же, вместо того, чтобы раскрывать свой потенциал. Поэтому я считаю, что цель нашего существования – это раскрытие нашего бесграничного творческого потенциала. Каждый из нас творец, каждый из нас уникум. В каждом из нас заложены невероятные способности, которые мы все, вот если бы мы действительно поддерживали бы связь со своим внутренним миром, со своим подсознанием, то мы мы бы сделали очень многое с вами, каждый в отдельности для себя и все мы вместе. И вот к этому я, в общем-то, и вас и склоняю и призываю обращать внимание на свой внутренний мир и быть спокойными, быть в состоянии альфа-волн. Все, что раздражает вас, все это работает против вас. Это очень хороший критерий. А все, что способствует вашему спокойствию, развитию, уверенности в себе, все это работает на вас. И так работает подсознание, ваше подсознание. Вы будете доверять себе, вы через подсознание будете получать ответы на важные вопросы, вы интуитивно будете поступать правильно, потому что подсознание будет настроено, потому что вы будете постоянно с ним на связи. Вот, что необходимо. А состояние тревоги, беспокойство, невротические, всякие невротические проявления, невротизм, невротические чувства, они работают против вас и против вашего подсознания. И на уровне подсознания происходят уже совершенно другие процессы, саморазрушительные. Поэтому дайте вашему сознанию созидать. Уделите ему время с помощью психотренингов, сеансов гипноза, медитаций, хорошего сна, здорового сна, продолжительного. И тогда с вами начнут происходить чудеса. Это у вас прибавится энергия, раскроются творческие способности. Вы сможете решить все свои проблемы, удовлетворить все свои потребности, добиться своих целей. Главное, ставьте цели. И подробности в описании к данному видео. Приобретайте наши видеоуроки, психотренинги, сеансы гипноза. Заказывайте у нас сеансы гипноза. Мы с удовольствием выполним ваш заказ специально для вас, чтобы решить конкретно вашу проблему. Но есть и общие вполне проблемы, которые мы тоже решаем. Например, с помощью семи базовых эффективных психотренингов. Всем желаю крепкого здоровья, счастья и быть постоянно на связи со своим внутренним миром. И давать возможность своему подсознанию работать.